всем привет это третья часть по текстуре шлема для мотокросса сейчас вы видите на экране то что я получу в конце этой серии давайте теперь продолжим у меня уже открыт мой проект а теперь я хочу на стекле сделать некие изменения хочу прозрачность его сделать ну чуть поболее реалистично то что он также смотрится как и пластмасса как и у то стекло также на для него пожалуй добавлю металлик для этого перейду текстурный сет у меня сейчас стекло выделено раскрою мой список диапасти глаз и перейду на вот этот слой который отвечает меня за прозрачность блеск и прочую фигню и за цвет также включу него металлик теперь и это у меня вот он здесь увеличу значение до единицы чтобы он давал такое металлическое отражение вот прозрачность пожалуй у него увеличу чтобы был менее прозрачным как-то так и цвет пожалуй сделаем чуть-чуть потемнее со стеклом вроде теперь все нормально теперь я приступлю к текстурированию уже корпуса то есть последней части и потом также сделать это космические хотя давайте сразу же ты сейчас на козырек доделаю его немножко я хочу здесь какие-то штуки виде нормалок сделать они турник раз болты щелокрыты вот у меня болты щас как раз развернуты я теперь зажму alt и shift и левый клик и поверну куда-то влево у меня переключится на вид сбоку тоже могу аль шифт левый клик другую сторону повернуть его у меня вид снизу но опять же он сейчас некорректно то что в перспективе находится вот здесь можно переключить на ортографический вид на f6 когда он будет у того четко все отображать вот сальшив левый клик на вот вид спереди аль шифт левый клик и так вот потянул вид сверху в общем не нужен вид сбоку вот так теперь я хочу сделать здесь нормалки жаль что я конечно сделал разрешение текстуры плохое в смысле надо было вот идет болты вот они по максимуму их увеличить чтобы они занимали как можно больше объема здесь вот тогда бы она не была текстула хороша как вот здесь вот потому что я увеличу вот эту часть но у меня очень большая поэтому там четкая текстура здесь будет ну как бы мыльцо так переключился обратно на 3d вид теперь я так чтобы не сделать нормал так тогда перед пылью создам еще один слой просто создам обычный layer так вот загрузился и теперь на этот обычный layer также включу симметрию для него вот здесь симметрии чтобы у меня вот сейчас покажу вот видите полоса появилась то есть вот я увожу курсором вот здесь как бы видно что он асимметрично то есть я здесь что-то нарисую у меня стоит страницу самое отобразится ну по идее бывает не всегда срабатывает вот теперь я выберу хардсурфейс и выберу какую-нибудь нормалку которую хочу ну типа что-то типа такого можно такую штуку тоже сделать наверное такую штуку выберу щелкну по ней не сработало нужно значит теперь здесь в свойствах отключить все каналы высоты и равность металли в цвет оставить только нормал и в нормал запихать вот эту вот текстурку теперь появилась также жесткостью увеличку что видите она по краям мягкая это hardness вот жесткость то есть вот теперь она жесткая ctrl плюс правый клик увеличивает также могу ctrl плюс вверх-вниз делать вот тот же самый hardness менять я его сделал немножко таким слегка плавно по краям и примерно 07 также увеличивать переключусь еще на здесь вот сайс space переключу на текстуру чтобы он только на текстуру влиял и независимости от того как я приближаюсь к модели чтобы не изменялся размер кисти после обуват если отдалишься то кисть как бы остается своего размера и получается что рисунок будет больше когда приблизишься курсор как бы становится меньше и потом получается маленькая такая деталька контур плюс правый клик подгоню и примерно там сделаю щелчок левых кнопки вот то есть видео получилось так что эти текст но вот эти элементы они очень маленькие поэтому здесь вот плохо отображается потому что если допустим я увеличу да вот есть но он нормально объекте щелкнул так почему-то не сработал control z почему не сработало против сработать это не тот слой просто выбранные что маски стоят ну да то есть если я сейчас создам слой на пластике разверну пластик и в пластике создал layer вот и здесь вот теперь щелкнул то видите здесь ему такой четко получается соответственно так как она более-менее имеет большой такой размер на развертки удалю этот слой сверну в принципе пускай так не столь важная деталь вот так по козырьку наверное будет все по стеклу все и осталось только корпус так переключился на корпус да в тексту них сетах эту панельку меньше то что теперь alt shift левый клик на вид сбоку и теперь я хочу что-нибудь нарисовать и рисовать я буду собственноручно я хочу таких бы линии нарисовать потому что я за посмотреть на всякие шлемы они как бы все-таки в полосочках во всяких там графики и росписях в цифрах словах и прочей-прочей фигне я хочу просто любые линии сделать для этого я создал сначала покажу я создам просто лэйр обычный и здесь переключусь выберу brush brush с переключить пока что на basic soft то есть обычную кисть выберу также у меня normal здесь вот удалю все остальные каналы включу чтобы ему прислать его теперь могу вот рисовать линии но когда их нарисую допустим я хочу изменить цвет допустим на красный казалось бы оно должно сейчас заменить на красный но нет ну это не делает она только поменяет цвет у кисти вот видите соответственно мне это не нужно я хочу чтобы я имел возможность потом в дальнейшем менять цвет на любой какой захочу либо на какой-то материал там хоть на материал кирпича эти полосы для этого я удалю этот слой и создам просто это филы то есть слой заливки вот он залив не весь слой вот этим материалом просто белым серый какому там получения я поставлю пока что на белый то что хочу про что белые полосы нарисовать поставил на белый и теперь я для него задам черную маску с помощью право клик право клик это black mask и теперь когда буду рисовать у меня будет проявляться вот этот мой слой белый соответственно можно ли на него это материал закинуть опять же хоть кирпичей так так панель поменьше сделаю так чтобы еще до теперь мне чтобы рисовать линии я хочу чтобы они там тоже отображались поэтому у меня включено участвует симметрия да вот здесь идет симметрии alt shift левый клик опять сбоку переключусь и продолжил что интересовать вот так вот вот и теперь я из-за туда посмотрю вот мне здесь от симметрии control z shift левый клик ну теперь я приступлю к рисованию всяких полос также буду рисовать вопроса щелкать и допустим shift он не уклонить виду счет еще раз у меня получается прямая линия вот он был z также еще я поставлю здесь space сайс поставлена текстур да на текстуру переключусь это позволит мне когда я буду отдаляться от объекта у меня размер кисти будет оставаться такой же который поэтому если нарисую полосу отдалюсь как-нибудь нарисую чем она у меня будет такой же ширины какие предыдущие розы ну и теперь приступлю уже как бы к рисованию для вас этот процесс скорее всего ускорю вот так же сейчас я хочу нанести изображение у меня как бы есть уже заготовленная картинка я сразу же сейчас сюда перекинул зайду в папку с моим проектом я туда запихал так вот он мой шлем и вот она картинка вот она у меня формате psd да я то есть и фотошопе сделал также можете посмотреть скорее сейчас в режиме таймлапса как бы наложу вы можете вкратце в грамм как я это делал и теперь это просто перетяну в программу теперь я укажу здесь что эта текстура и укажу что она у меня для моего проекта вот и нажиму и по вот она здесь добавилось также можно найти в разделе текстуру здесь вот текстуры вот она то есть вот моя картинка вот такая картинка и теперь я хочу спроецировать на мой шлем для этого я создам новый слой и это у меня будет не слой заливки а просто layer теперь я здесь слева выберу проекцию также отключу симметрию потому что если я спроецирую вместе симметрия она с другой стороны будут буквы перевернуты они будут просто в обратном направлении ну то есть не читабельные теперь я нажму проекцию у меня появляется вот такой квадрат соответственно в этот квадрат нужно поместить мою текстуру помещается она на base color вот теперь она здесь теперь как бы важный момент допустим если я сейчас вот начну так рисовать мне вот она проецируется но можно заметить что сейчас я включусь обратно сюда вот то есть как видите у меня здесь глянцевая поверхность а здесь она стала вокруг букв такой матовый это за счет того что у меня включен канал roughness и металлик из-за них как бы появляется вот такая неприятная штука поэтому нужно все это дело отключать сейчас control z нажму отключу в режиме проекции на утренную проекцию переключился снова и отключу у нее roughness и металлик и теперь я за спроекцирую вот эту часть а приблизительно 5 слонокись чтобы пропал проекция его теперь как видите она блестит control z опять на проекцию эту часть я уменьшу вот так вот alt shift левый клик также я могу сам трафарет вот этот перемещать я если нажимаю alt плюс там колесико мыши я могу перетаскивать сам объект там масштабируется на alt и справа клик то чтобы таскать сам трафарет нужно вместо клавиши alt нажимать клавишу с нажимаю с и делаю то же самое только искать уже сам трафарет вот я с плюс средняя колесико мыши дал могут таскать трафарет с плюс с могу вот так вот масштабирует потом с плюс левый клик я могу вращать а если я нажму с shift левый клик то могу вращать на 90 градусов вот соответственно я сейчас alt shift левый клик сам объект повернул и куда не сбоку спроецирую нажму с левый клик не знаю то ли так оставить или под наклоном хотя сшит пускай там будет при прямо с плюс средняя клавиша как не так погоню величию хотя все таки под наклоном сделаю с правый клик уменьшу левый клик плюс с средняя клавиша и клавишу с плюс правый клик плюс левый клик с плюс средний клавиша и так подгоню например так тоже увеличу с помощью контру правый клик кисть и плюс правый клик вверх увеличу жесткость не окраска с металлик отключен и теперь просто вот проецирует в общем получил какую-то надпись также из-за на 4к потом в текстурном сайте переключить то текстур будет еще четче ну пока пускай будет так так теперь вернусь опять на слой заливки на черную маску у него переключусь чтобы рисовать и и включу опять симметрию alt shift левый клик и продолжу рисовать так теперь у меня здесь вот остался такой вот кусок там где должно быть изображение но так изображение было бы перевернуто поэтому я отключу симметрию и просто что здесь нарисую ну примерно потому что принесут просто камень я не знаю пускай будет квадрат хотя даже видеть треугольник от этих вот сделаю все теперь я как бы нарисовал какие-то контуру и теперь я закрашу в белый цвет также это процесс скорее всего ускорил поэтому смотрите так теперь я отключаю симметрию и пожалуй кая сохранюсь на всякий случай нажму control с так теперь проект успешно сохранен и чтобы посмотреть все ли у меня в порядке мне нужно переключиться на 4к и посмотреть если у меня какие-то просветы которые у меня не докрашены поэтому я перейду на текстурный сет settings и переключусь с 2к на 4к так вот на 4к переключился подтормаживает конечно все нажму tab чтобы открыть на весь экран прекрасно ну тут есть кого маленький изучен то я ладно пускай будет ничего страшного так еще пожалуй полу здесь вот дорисующее им беленькая поэтому опять нажму tab чтобы вернуться обратно нажму а хотя давайте попробуем в 4к нарисовать только наверно влагать будут так включу опять симметрию уменьшу курсор да у меня все зависло поэтому мне придется сейчас перезагружать так в общем перезапустил программу теперь я надеюсь поменьше лакать будет дорису сейчас вот здесь вот то что хотел и еще есть там здесь полосочку нарисую поэтому я перейду на корпус текстом и цвет их соответственно здесь переключусь на слои и вернусь вернусь вот к этой черной маски так они сейчас у меня черным цветом показывает потому что стоит скорее всего дал здесь стало на черный цвет то есть это означает что я буду как бы снимать вот это белое выделение все переключились наоборот сюда чтобы проявлять белую часть вот alt shift левый клик повернул так вот включу симметрию теперь control плюс правый клик уменьшу кисть также увеличиваю hardness то есть правый клик и вверх потянуть что она стала жесткой ничего не дорисую здесь щелкну здесь shift он сделал так чтобы во прямой линию и как-то вот так вот теперь мелкими этими шагами с shift он сделал того как-то плавник линию так отключая симметрию и смогли чё в принципе у меня получилось ну неплохо неплохо конечно можно там по разному разок разукрасить попал партнера сделать ну в принципе не так зайдет так чтобы еще сделать теперь мне нужно скопировать вот эти всякие потертости да и вообще в целом можно пластик с козырька скопировать вот сюда вот поэтому я иду на козырек свернуть папкин и думаю пластику потом он так вот не поднялась у правым кликом скопирую свои копия лэйерс перейду опять на корпус так что у меня вот этот пластик не все назвал свои так сейчас я как раз таки за мной переименую такие все свои так это у меня пластик скорее всего поэтому я вставлю сюда свои пост лэйр у него стали выше как раз и потом я скопирую сейчас маску вот с этого пластика вот сюда здесь я просто вот эту маску удалю ну точнее очищу и нажму remove mask control z не remove а clear mask вот clear mask очистить маску все с этого пластика я скопирую эту маску мне нужны copy mask там где вот копий маск впереди опять эту маску здесь правым кликом past into mask все теперь вставил маску и вот мне теперь здесь появились эти потертости а вот этот слой можно в принципе теперь удалить ну либо скрыть его перейду здесь опять на так разверну эту папку найду здесь вот он базовый цвет у нее переименую в бэйс калор бэйс калор и уменьшу него параметра раф нас чтобы но не было таким блестящим что мы слишком сильно здесь блестить увеличу раф нас вот узко будет а по немножко матовый цвет с правым кликом и шифтом его вождя вращать и посмотреть со всех стал как че выглядит также у меня здесь такая вот лесенка стоит то скорее всего из-за материала пластика потому что он не имеет как бы высоту здесь у меня просто обычная заливка материалом идет ну точнее просто цветом поэтому я свернул этот пластик открою пластик пивиси на вот этот и здесь у меня как бы канала высоты но его в принципе нету но вместо него есть вот эти два параметра в его out low и level out high соответственно я попробую покрутить чтобы устранить этот дефект но при этом оставить как бы структуру опять же всегда как бы ставлю параметры 0 51 055 ну по идее должен пропасть вот видите он пропал и при этом у меня осталось так а вот все равно структура не знаю как он показать вы думаю тут будет видно то есть такая все равно не ровная структура имеется то что не такс также можно пластик вместо красного сделать это другой цвет и тоже убрать глянцевый что у него там блестящим более матом поставить на ровность 0 таки 0 35 будет 0 . 35 enter на этом пластике на козырьке тоже скорее всего увеличу ровность то что он что слишком блестящим а можно и так оставить так перейду на козырек нахожу папку пластик раскрываю и ищу филы также переименую в бейс колор бейс колор и уменьшу него параметр в ровность точнее наоборот увеличу там сейчас с другого ракурса то так что было видно вот он видит куда блестящие сись слишком ну ну такой уже более-менее какой-то будет так вот еще ну а науки сойдет так опять честно корпус пластик пивиси наверно заменю него цвет он бы искала могу поменять курить черный на серый не знаю можно вообще материал поменять другой взять вы хоть металлический блин или красным оставить ну давайте оставлю все-таки красным только не столь насыщенным курицу немножко посерее чури не просыпать и не сделаю а если синий взять но синий тоже неплохо блин еще боюсь эти шлем они там вообще-то салатовые тому такие аж что будет такой так что можно еще сделать да естественно нужны всякие сейчас генераторы потертости и прочие фигни поэтому я наверно опять же возьму с пластика с этого и возьму потертость либо пыль чего взять потертости возьму нажму copy layer сверну это и зайду в папку так пластик пересим не отдельно на значит это запиха выше этого слой на пастлер вот поместил лучшие слоя появились вот какие-то царапинки и потерписти может даже вообще на самый верхний слой то что нужно придает такую некую грязь и скопил отсюда за мной еще и пыль так где она не даст правый клик копил layer и запихнул выше потертости также у потертости поменяют цвет на другой обычно нужно поставить так у меня применился не только красной части но еще и черный значит мне нужно запихать их всех папку выделю с шифтом эти два слоя нажму control g так я их поместил в папку и теперь на эту папку я применю маску для красной части а где у меня красная часть вот скопирую с нее маску copy mask и теперь на вот этой папке нам черную маску это вот маска и суда вставлю ту скопированную маску past into mask вот теперь у меня потертости только здесь для круто получилось так же можно у нее значение хотя так сейчас издалека проверить можно чуть-чуть буквально условия насыщенность убрать примерно на 70 поставлю вот 70 пускай будет другой ел и также с пылью так надо сейчас переименовать все эти папки здесь мне есть потертости пыль пыль сделать немножко может посветлее просто как пыль она скапливается не получается только здесь там вот он тупо здесь она здесь она не хочет скапливаться потому что здесь гладкая поверхность она еще по здесь по углам нужно скапливаться нюху да она только вот между какой-то геометрии то есть здесь во всяких щелях забивается она младких поверхностях особо не больше но это в принципе и логично поэтому оставлю пускай будет такой вот так пыль есть так это мне нужно перенять как назову ее просто даст даст то есть пыль and и потёртся потёр то есть их обычно транслитом и эндер все так это у меня что такое это так это картинка мы ее назову логу image image enter только так и спикан будет готова нашму control с чтобы сохраниться так вот проект сохранился и теперь я хочу сделать еще один стиль это у меня будет как бы первый стиль и теперь я попытаюсь сделать второй но так это у меня будет для корпуса только стиле чтобы бог это кастомизация чтобы могут за что текстурки просто медь в игре и соответственно менялась бы само изображение здесь так это у меня все будет сейчас скорее всего кроме вот этого пластиковых делами так это за нижнюю часть да это вот нижняя часть пластика сейчас а вот этот слой с красным цветом так это что такое а это полосы значит я их назову просто lines то есть линии enter красный пластик линии вот эти белые с shift он выделяю так нет с control он вот это логотип то шеста и пыль это у меня будет control g control g так как все запихалась в папку вот это будет у меня первый стайл так это первый стиль у меня в папке соответственно теперь я могу как бы скрыть его и создать новый layer наложительную черную маску выбрать здесь полигональное выделение дал то есть полигон фильм выберу юви щелкну здесь током розет ставить на черную не сработало он розет так почему не хочет значит у меня с красного пластика на улице этого скопируем маску просто копим маск не ставь налив паст моск теперь я поменяю цвет на красный вот соответственно вместо красного цвета я могу сейчас использовать какой-нибудь другой материал например материал который здесь есть карбон какой-нибудь тут они нужно бекар он вот есть карбон так это пытают просто глянец и вот карбон файбер то есть с волокнами я его просто перетяну на материал мод и у меня вот здесь теперь у меня такой карбон но он слишком большой мере волокна я найду здесь в параметрах скейл увеличу его как мне нужно просто не знаю обычно она размеры волокно наверное примерно такого также из первого стиля скопирую вот эти вот потертости все нажму копию л.р. сверну это зайду сюда нажму постлер такие теперь но разверну эту папку и поменять здесь чтобы него вот этого красного поменяю на полить серый наверное вот примерно так будет и сверну все это дело так теперь выявил так это четко не было это бы искал получается бы искал он без колор интер теперь это папка и этот слой контур плюс вот этот помещу в папку с помощью control g сверну эту папку теперь и назову второй стиль 2 стайл поиск пропустим стайл вот примерно так ну и так можно различные другие слои удачи путем копирования там слоев перемещение на них различных материалов там всякие комбинации используйте разные генераторы и вот все вот так вот переменного вы можете потом это все экспортирует по отдельности то есть скрываете на самом папке допустим я хочу вернуться к сумму просто скрыл их второй стиль и получил вот такую штуку здесь у меня пластиковый бастер за то что это вот эта часть пластика поэтому я ее трогать больше не буду так можно много-много-много различных стилей сделать вплоть до бесконечности ну может ограничение если не знаю ну и пожалуй на этом я думаю моя как бы серия по текстуре у меня будет завершена так что подписывайтесь на мой канал у меня будут еще различные ролики которые буду где-то что-то подобное делать ставьте обязательно пальцы вверх ну и пишите комментарии у меня на этом все всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok а я Субтитры создавал DimaTorzok